Горящий квест. На базе Ивановского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества торжественно открылась квест-комната. Теперь здесь школьники смогут научиться действовать в опасной ситуации. По словам создателей, подобный квест единственный. Таких комнат нет ни в одном городе России. Максимальное погружение. То есть, по крайней мере, вот это вот мы построили дом, в котором произошел пожар непосредственно. Там есть пострадавший, которым непосредственно нужно спасти и подготовить все к приезду пожарной команды. То есть, подключить гидрант. Также будут звуки, звук горящего дома. То есть, эффект максимального погружения, чтобы дети именно чувствовали себя, как будто они находятся в другом мире. И именно им происходит все это с ними по-настоящему. На создание квест-комнаты ушли деньги правительственного гранта – 500 тысяч рублей. Все стилизовано и автоматизировано. Датчики буквально на каждом сантиметре пространства. По легенде, ребята оказываются рядом с местом возгорания, звонят в службу спасения, а также предпринимают первые действия для помощи пожарным и эвакуируют пострадавших. Первопроходцы квеста были в восторге. Мне понравился неожиданный ход игры. Мы чувствовали себя настоящими пожарными спасателями. И я с удовольствием приду сюда со своей семьей. Мне понравилось, как мы подключали всей нашей группой нашему пострадавшему баллон с кислородом. А для чего это делали? Чтобы обеспечить пострадавшего кислородом, чтобы он не задохнулся от дыма. Квест рассчитан для детей от 6 до 12 лет. Время прохождения игры – 20-30 минут, в зависимости от того, насколько быстро ребята разгадают загадки. Специалисты уверены, погружаясь в атмосферу события, ребята научатся правильно действовать и при настоящем пожаре. Для того, чтобы прийти к нам и пройти этот квест, необходима организованная группа. То есть взрослые с какой-то, я не знаю, 10-12-15 человек. Но я еще раз подчеркиваю, именно организованная. Пускать в квест-комнату планируют не более чем по 10 человек и строго по заявкам. В соответствии с запросами составят план-график. Прийти со своей командой смогут все желающие. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.